Еще один вопрос. Сейчас мы перейдем, может быть, к если Владимир Владимирович согласится, мы перейдем к свободному разговору, совсем свободной такой, что называется, дискуссии. Но, минуточку, у нас есть еще одна просьба о выступлении. Вчера своим заявлением о своем отношении к русской культуре Пьер де Гольд вызвал такой бум во всех средствах массовой информации. И он попросил возможности тоже сказать несколько слов сегодня. Пьер, да-да, дайте микрофон, пожалуйста. И наденьте наушники, потому что господин де Гольд будет говорить по-французски. Не все, может быть, владеют этим языком. Господин президент, для меня большая честь обращаться к вам в вашем родном городе, культурной столице России. В условиях конфликта цивилизаций, с которыми сегодня столкнулся мир, необходимо сконцентрироваться на культуре, на науке, на прогрессе. Вот что объединяет народы, помимо политических интересов и вне этих интересов. Так говорил Шарль де Гольд, он говорил, что основное это культура, и что всегда мы можем прийти к Аристотелю. Даже в современном мире необходимо знать культуру и историю, уважать религию. Только так можно сконцентрировать нации в рамках многополярного мира и существовать в мире и процветании. Я думаю, что мы желаем именно этого, но мы желаем также, чтобы наша страна была самой влиятельной. У нас есть какое-то видение, у нас есть смелость, но только вместе мы можем работать над нашим совместным будущим, создавать прочный мир на основе общих интересов, общих судеб, для того, чтобы у нас была эффективная динамика, позитивная динамика вокруг ценностей многополярного мира. Я бы хотел, господин президент, предложить вам, чтобы БРИКС имела дипломатическое представительство в рамках межнациональных структур, которые все признают. Каждая страна сможет таким образом участвовать в их деятельности, в том числе страны Европейского Союза. Каждый посол сможет отстаивать ценности многостороннего мира и создавать условия для сопротивления декадансу цивилизаций. И я лично хотел бы, чтобы Франция, франкофония присоединились к БРИКС и способствовали процветанию наших стран. Научная дипломатия, культурная дипломатия, историческая, торговая дипломатия, а также спорт и образование будут инструментами такой политики. И будущее наших цивилизаций принадлежит молодежи. Именно ей необходимо придать благородный характер, амбициозный характер нашему будущего. На Западе необходимо реформировать систему образования с тем, чтобы мы могли проповедовать эти ценности. Необходимо читать, необходимо самообразовываться. Так говорили пророки. Читайте. И именно культура и моральные ценности — это то, что нужно сохранять. Именно они делают человека свободным. И это то, что приводит к стабильности, то, что приводит к процветанию каждого. Вот, что я об этом думаю, вот таковы мои предложения, господин президент. Я бы хотел знать ваше мнение по этому поводу. Большое спасибо. Во-первых, я хочу вас поблагодарить за всю вашу деятельность, направленную на сближение Франции, да и Европу, объединённую с Россией. Направленную на преодоление тех сложностей, с которыми мы сейчас все сталкиваемся. И хочу искренне пожелать успехов. Когда я обращаюсь к вам и говорю, господин Деголин, вы знаете, у меня прямо что-то там внутри шевелится, потому что это напрямую связано с мировой историей и с нашей историей, с отношениями между нашими странами. Мне кажется, что это такая вольная трактовка, наверное, того, что происходит, но тем не менее. Мне кажется, что то, что сейчас происходит в Европе, это вот я сейчас говорил по отношению к России, у нас есть такие направления западничества и почвенники, которые одни в одну сторону тянут, другие в другую, а на самом-то деле надо идти где-то посерединке. Вот в Европе происходит сейчас, знаете, что то, что происходило очень давно, это линия, которую представлял маршал Петтен и генерал Деголь. Вроде бы оба боролись за то, чтобы спасти Францию и французов, но по-разному. Один с помощью соглашательства, а второй путем борьбы. И вот сейчас, на мой взгляд, ну это можно как угодно относиться к тому, что я говорю, но в принципе происходит, в принципе все то же самое. В другом издании, конечно, сейчас не времена Второй мировой войны, но в целом вот такие подходы, вот борьба между двумя этими подходами и лежат в основе событий, происходящих в Европе. И, конечно, мы всегда, всегда на стороне той позиции, которую отстаивал и которую проводил безусловный национальный лидер и человек абсолютно мирового масштаба, ваш предок, генерал Деголь. Секундочку, что касается участия Франции в работе БРИКС, пожалуйста, если Франция пожелает, может поставить заявку, мы рассмотрим. Тем более, что Россия председательствует в следующем году в БРИКС, как я уже сказал, мы будем это прорабатывать со всеми нашими партнерами. Спасибо огромное. Мы завершаем, но поскольку мы начинали с музейной проблематики, то я хотел бы, чтобы мы и музейной проблематикой тоже закончили. Здесь присутствует один из самых удивительных людей китайской культуры, директор музея Гугун, заместитель министра культуры и туризма Китая Ван Сюйдун. Вам слово. Но поскольку у нас правда с Китаем, не в этой аудитории рассказывать, не мне Владимир Владимировичу, что называется, рассказывать, какие у нас отношения с Китаем, Ван Сюйдун, прошу вас. Благодарю, господин ведущий, за эту возможность выступить. Уважаемый господин президент, у меня большая честь приехать сюда, в прекрасный город Санкт-Петербург, и участвовать в международном культурном форуме. Вчера я участвовал в обсуждении музейных вопросов. Вы много говорили также о роли музеев в развитии наших стран. В нашем музее, на самом деле, хранятся такие артефакты, которые отражают историю и культуру, национальную культуру нашей страны. И мы верим, что музеи могут стать таким очень важным мостом между странами, как вы и говорили, культурным мостом. Потому что вы также сказали, что это те мосты, которые невозможно уничтожить и сжечь. В прошлом месяце вы и председатель Си Цзиньпин объявили о том, что 2024-2025 годы будут годами культуры. Я хочу задать вам вопрос. Как вы рассматриваете? Какие у вас ожидания от взаимодействия музеев России и Китая в нашем общем культурном взаимодействии? Спасибо. Я не буду сейчас давать характеристику всему комплексу российско-китайских отношений. Они действительно уникальны на сегодняшний день. И, наверное, в истории наших государств никогда не достигали такой высоты и такого качества, имея в виду уровень доверия, который сложился между нашими государствами. Ну и по всем важнейшим направлениям мы демонстрируем очень высокий уровень нашего сотрудничества. Вот эти 200 миллиардов товарооборота, о котором мы говорили и к которому стремились, мы достигнем этого уровня раньше намеченного срока. В этом году почти наверняка 200 миллиардов у нас товарооборота будет. И пойдем, безусловно, дальше. Причем достаточно быстрыми темпами, меняя и качество нашего взаимодействия. Ну, что касается той темы, о которой вы затронули, то, безусловно, вне всякого сомнения, в основе нашего успеха лежит то доверие, о котором я сказал. А оно не может быть достигнуто без прямого контакта между людьми, не может быть достигнуто только с помощью перемещения товаров через реки, которые разделяют нашу государственную границу. Это должно быть и осуществляется по мостам, которые между сердцами и душами людей проложены. Не только десятилетиями, а веками нашего существования вместе, как соседи. И это лежит в основе всех наших успехов. Поэтому вот тот год культуры, о котором вы упомянули, так же, как и другие мероприятия подобного рода, они являются чрезвычайно важными. Мы действительно с председателем Китайской Народной Республики говорили об этом, причем говорили и в ходе переговорного процесса. И с глазу на глаз надо отдать должное. Председатель КНР всегда уделяет много внимания вопросам культуры, образования, спорта. И это чрезвычайно важная часть нашего взаимодействия. И уверен, что это будет интересно миллионам людей, потому что интерес у нас взаимный, он растет. Мы видим интерес китайской публике, к российской культуре. Многие, ну, конечно, прежде всего ветераны, до сих пор еще и поют русские советские песни, причем на русском языке. Мы это очень высоко ценим и считаем, что это наша общая база. Но и интерес российских граждан к китайской культуре, к древней, могучей китайской культуре очень высок. Ну, а с помощью вот таких акций, о которых вы сказали, мы будем не только это поддерживать, вот это стремление друг к другу, но и развивать. Вам хочу сказать слово благодарности и выразить надежду, что все это пройдет на самом высоком уровне. Спасибо большое. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Мы по времени должны завершать, и буквально один короткий вопрос. Обычно говорят, что политика – это искусство возможного. Тут как бы два слова играют роль – искусство и возможного. Но искусство всегда хочет невозможного. Вообще политика – это творчество или все-таки это прагматическая деятельность в предлагаемых обстоятельствах? Я могу только как обыватель сказать, наверное. Да, да, да. А больше бы таких обывателей это называется? Ну, у нас их больше, чем вы думаете. Ну, во-первых, если я правильно понял, понимаю своих друзей, которые десятилетиями работают в этой сфере и добились очень весомых достижений. Они говорят, что даже, ну, скажем, такое вид творчества, как музыка, он очень тесно связан с математикой. Потому что там все нужно посчитать. Я думаю, что и в основе изобразительного творчества тоже лежат какие-то законы объективного характера. То есть и в творчестве всегда есть вещи, ну, так скажем, которые основаны на каких-то научных достижениях, на каких-то принципах научных. Но, вот основываясь на этих принципах, человек творческого склада, он, конечно, добивается уникальных результатов, именно вкладывая в то, что он делает что-то новое, облекая это в такие формы, которые задевают самые сокровенные струны человеческой души и человеческого сердца. Вот в политике тоже нужно основываться на каких-то объективных данных. Не на каких-то, а на серьезных объективных данных. Потому что что-то планировать и делать как бы с кондачка – это бессмысленно, вредно и опасно. Но и здесь нужно, конечно, обладать какой-то интуицией, уметь чувствовать, как будут складываться отношения между странами, людьми, каковы будут тенденции развития по отдельным направлениям. То есть здесь, конечно, тоже есть элементы какого-то творчества, но все-таки здесь больше прагматизма. Спасибо большое. И все-таки мы уверены, что вы занимаетесь творчеством, может быть, даже большим, чем мы. Поэтому мы пойдем заниматься возможным, а вы все-таки невозможным для нас во всяком случае. Спасибо вам огромное за это. Я прошу прощения. Тогда, если вы не против, пожалуйста, представьтесь, это уважаемый издатель из Италии, который говорит по-русски, у которого много очень интересных проектов издательских. Спасибо большое. Спасибо за возможность говорить. Я хотел сказать, что я большой друг России, но я одновременно патриот Италии, патриот моей страны. И поскольку не имею больше возможности, просто после начала СВО, я тоже издатель и политолог, больше не приглашают нигде. У нас цензура жесточайшая. То есть я коротко говорю, в качестве патриота Италии. Почему? Потому что я хотел сказать, задавать такой вопрос нашим правителям, что не надо врать. Мы не предоставляем Украине только оружие. Мы платим ежемесячно 12 миллионов пенсии пенсионерам Украины. Мы платим все госслужащие. Мы из своего кармана, не только итальянцы, это все люди Европейского Союза. И об этом не знают. У нас сейчас идут и новый баланс, принимают. Бюджет. Бюджет, спасибо. Бюджет, жуткие сокращения на здравоохранение, на культуру и так далее. Вот скрывают все, запретили все ваши каналы. Хотя на русском языке, ну, единицы говорят по-русски. Все равно разгул русофобии. Но я заверяю вас, что народ это одно, СМИ и правительство это другое. Потом такой момент, вот, великий маэстро, кустурица, сказал о Оскаре, да? Вот я хочу вам сказать, что практически шантажировали наш знаменитый Бенини, когда он участвовал в этом, в Голливуде на «Жизнь прекрасная». Наверное, знаете, что он заработал Оскар. И там скандально освобождают Аушвиц, он звенцем, раз мы говорим об истории. Американцы, это не просто он целенаправленно, он сам придумал. Сказали, слушай, либо американцы, либо там вообще, ты забудь об Оскаре в Голливуде. Понимаете, как работает? И вопрос. У нас, к счастью, есть очень много еще книг о великой русской культуре. Скажем, Чехов Достоевский, Тастой Бургаков, все, все. У нас, к сожалению, полностью отсутствует историография, подлинная историография. Великая Отечественная война и так далее. Поэтому единственные гранты, которые существуют, это только о литературе. Помогите, пожалуйста, в этом моменте, когда это решающий момент, издавать у нас именно такие книги об истории. И я лично соавтор одной книги о партизанах советских. Их было более 6 тысячи. Тысячи отдали жизнь за освобождение Италии. И вот я должен сказать, что есть другие государства, как Беларусь, как Азербайджан, как Узбекистан, которые озаботятся о своих, как сказать, героев, которые воевали у нас. И это тоже другой момент, который связывает нас, и за который мы должны быть вам благодарны. Извините за то, что за хамство, что я не было... Ну, так, попросил так. Спасибо. Во-первых, хочу сказать, что темы, которые вы подняли, или вы подняли несколько тем, они очень важны, актуальны. И хотел бы... Вот сейчас вспомнили про партизан во время Великой Отечественной войны, советских, российских партизан. Я хочу отдать должное партизанам, которые воевали в Италии. Итальянцев, прежде всего. Это, во-первых. Во-вторых, вы сейчас сказали о запретах, с которыми сталкиваетесь в Европе, в Италии. Ну, да, мы же сейчас об этом много раз говорили. У нас в свое время Высоцкий пел. Там запретили одно, запретили даже воинский парад. Скоро все к чертям собачьим запретят. Вот у Вас скоро все там запретят. Это понятно. Но непонятно, зачем. Потому что это никакой пользы народам стран, где происходят эти запреты, не приносят. Вы спросили, вот знаем ли мы, как это делается. Я, как бывший сотрудник КГБ, знаю, как это делается. Но мы этого не делаем. Что касается отдельных вещей, о которых Вы сейчас упомянули, я не буду этого комментировать. Потому что того, что Вы сказали, уже достаточно. Комментариев не нужно. По поводу поддержки в подготовке материалах, о которых Вы сказали, и, может быть, работы с архивами даже. Конечно, мы это сделаем. Я попрошу нашего ведущего. Он не чужой нам человек. Он работает в администрации. Поэтому мы, конечно, постараемся. Ладно? Так, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, я представитель из Колумбии. Неофициальный представитель. Хотя я являюсь председателем института имени Лва Торстого, которому в следующем году исполнится 80 лет. Находясь здесь, я понял, что в Петербурге я не в окне к Европе, или окно в Европу, а окно в мир. Мне кажется, что это то, что мне дает Форум Объединенных Культур. И позвольте, господин президент, позвольте я свое слово из Колумбии, из культуры Колумбии, из культуры Латинской Америки, я выскажу. Три минуты. В Колумбии и в Латинской Америке русские классики стали известными со второй половины XIX века. Такие вопросы, как ответственность перед собой, в сложном напряжении нарастающего индивидуализма и вековых христианских ценностей, личная судьба и судьба Отечества, смысл родного языка, как уникальнейшее культурное и духовное средство для создания и передачи народной самобытности, Эти глубинные вопросы, поднятые русской классикой, нашли сочувственный отклик у испаноязычных читателей в Колумбии и в Латинской Америке. Это про отзывчивость русской литературы и русской души, о которой вы говорили в начале своего, вашего выступления. Истинный образ России во всем ее разнообразии, тогда, как и сейчас, возникает в сердцах и в воображении колумбийских и латиноамериканских читателей Благодаря волнующей красоте и глубинным смыслам русской классической литературы. Колумбийский писатель Гарсия Маркес, снискавший народную любовь России романом, своим романом «Сто лет одиночества», отвечая на вопрос, какое место занимает война и мир в его списке шедевров. Мировой литературы ответил Толстой вне конкурса. Уважаемый президент России Владимир Владимирович, пользуясь возможностью этого авторитетного Петербургского форума культур, предлагаю соответствующим российским учреждениям сделать отцифровку для латиноамериканского универсального доступа произведения русских классиков, переведенных московским издательством «Прогресс» с русского на испанский в 70-е годы по 80-е годы 20-го века. Это колоссальная работа талантливых переводчиков и издателей, должен получить новую жизнь в интернетовском пространстве. Это я обращаюсь к вам, потому что эти переводы спят сном, но это правильно, в архивах московского этого издательства, бывшего «Прогресса». Я заканчиваю. За упомянутый период были приведены жемчужины русских классиков Чехова, Гоголя, Пушкина, Достоевского. А отцифровка этих уже существующих в архивах московского «Прогресса» переводов русской классики станет поистинным культурным событием, как и в Латинской Америке, так и в России. Слово и ценности русских классиков по-прежнему дороги латиноамериканским читателям всех возрастов. А почему Александр Сергеевич Пушкин наверняка отвечал на этот вопрос, понимая, что литература способна пропускать жизнь, события, образы сквозь пламенное сердце? Его же словами я заканчиваю. «И Бога глаз ко мне возвал, восстань, пророки, вижд и внемли, и, обходя моря и земли, глаголом «жги сердца людей». Огромное спасибо вам, господин президент. Вам спасибо и за то, что вы сказали, за то, что вы делаете. И спасибо за предложение. Это вопрос, на мой взгляд, не только технический. Мы обязательно, вот сейчас не скажу, в какие сроки и в каких масштабах, но точно совершенно будем этим заниматься. Спасибо вам большое. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо за... Или вы хотите добавить... Я хочу меня извинить, наверняка вопросов много, но, к сожалению, нужно заканчивать. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Знаете, вопросов много, а президент один. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ